Слово самбо это аббревиатура, которая расшифровывается как самооборона без оружия. В основе вида спорта, зародившегося в Советском Союзе, использованы техники дзюдо и джиу-джитсу. Организовал его вид спорта Ощепков. Он тренировался, учился. База его была дзюдоистская. Больше года ведется работа над проектом партии «Единая Россия», которая называется «За самбо», в рамках которого проводят тренировки и мастер-классы для новичков. К проекту присоединились уже более двух тысяч юных самбистов, которых тренирует человек-легенда, заслуженный тренер России и главный тренер сборной СССР Станислав Ионов. Он рассказал о своей методике подготовки спортсменов. Незадолго до соревнований, за две недели, надо сделать нагрузку большую. После этого через неделю еще одну небольшую и дать отдыхать. Тогда спортсмен выступает в полных силах. Теперь у борцов появился свой праздник, который отмечается в России с 2022 года. В этот день поздравляют спортсменов и тренеров. В этом году единоборству исполнилось 85 лет. В связи с этим заслуженному тренеру Станиславу Ионову, который, несмотря на почетный возраст, все еще преподает в клубе «Орленок». Ему вручили подарок и благодарственное письмо за вклад в развитие федерального партийного проекта «За самбо» на территории Ленинского округа. Спасибо «Единая Россия» за письмо благодарственное. «Единая Россия», конечно, очень здорово помогает в развитии вида спорта, в том числе в нашем городе видно. Опытные наставники знают подход каждому, поэтому дети с удовольствием посещают клуб «Орленок» и хорошо отзываются о тренерах. Моего тренера зовут Горжимурат Магомедович, и он добрый. Мне очень нравится «ЦУДА», потому что здесь есть друзья, очень весело, и можно научиться постоять за себя. Нынешний юбилей – хороший повод вспомнить о тех, чьим трудом и талантом создавались условия для развития этого уникального вида единоборств. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.